Приветствую всех у себя на канале, меня зовут Кристина, я путешествую понемногу, живу в разных странах. Сейчас я взяла себе кофеек в 7-11 и я встала на пляже вот на таком живописном, но не оккупабельном, это пляж Раваи, чтобы рассказать вам о нашем вчерашнем путешествии. Вчера мы умотали за 70 километров с острова Пхукет, если я не ошибаюсь, в километраже, чтобы посмотреть одну классную достопримечательность и, конечно же, рассказать об этом вам. Ну что, дорогие зрители, давайте отмотаем время назад и вернемся во вчерашний день. Мы едем на байке, дорога нам довольно-таки долгая, занимает около часу 20. Сейчас мы остановились на полпути, мы еще не выехали с острова. Хотим сходить в туалет, возможно, кофе попить, посидеть, передохнуть, потому что задница изрядно затекает ехать такой долгий путь. На самом деле прикольно, что касаемо выезда из города, из центра города, на байке даже лучше, потому что ты объезжаешь все пробки, не стоишь в них. Не знаю, как по факту вышло бы, если бы мы ехали на машине, когда мы едем скоростью уже на какой-то трассе, мы все-таки едем медленнее машин гораздо. Мы стараемся держать скорость не более 50 километров в час, потому что я довольно-таки боюсь езды на байке, особенно когда мимо тебя пролетает фура или сумасшедшие пикапы, довольно-таки страшно. Посмотрите, мы заехали просто на рандомную заправку. Вот вам тут фудкорты, туалеты. В общем, все-все. Путешествовать по Таиланду на самом деле это просто одно удовольствие. Люди очень милые, есть абсолютно все для путешественников, вся инфраструктура безопасна, всегда везде можно поесть, попить, в туалет сходить. Прям я в восторге. Музыка 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 Пешком это стоит 30 бат один билет, на пикапе 90 бат. Но это сразу же в обе стороны. Да, в обе стороны. Мы выбрали пикап, потому что, ну, один километр. Потому что мы ленивые жопы и не хотим подниматься туда пешком, особенно дорога вон такая грунтовая, будет, наверное, пыльно, жарко. Короче, мы поедем на пикапе. Кстати, ехали мы до сюда, получается, мы ехали на байке, ехали мы где-то часа три, потому что мы останавливались еще на обед и на попить кофе. Если, наверное, ехать без остановок, то, наверное, ну, часа за два точно, да, управимся? Полтора-два, да. Полтора-два часа на байке. Ну, вот обратно поедем, посмотрю, сколько у нас выйдет это время. Субтитры сделал DimaTorzok Я уже давно хотела посетить эту смотровую площадку, которая находится за пределами Пхукета, провинции со сложно произносимым названием Пханг-Нга. Вид с этой локации открывается просто невероятный. Видно весь одноименный национальный парк, также знаменитый как место съемок фильма про Джеймса Бонда. Все путеводители рекомендуют приезжать сюда к рассвету или закату, но мы прибыли днем, да еще и в пасмурную погоду. Но даже хмурое небо не смогло испортить нам впечатление. Если же вы хотите встретить рассвет, то прямо здесь же можно заночевать. Наверху есть домики стоимостью 700 бат или палатки за 400 бат. Но имейте в виду, что туалет и душ на улице и удобства особо никаких нет. Да и на ранний завтрак рассчитывать не придется. До 8 утра все местные кафе закрыты, поэтому еду лучше брать с собой. Посмотрели мы на это прекрасное место. Нафоткались, наснимали кадры. Здесь так мало туристов и что делает это место еще более приятным, потому что нет толпы людей. Мы сейчас взяли питочки холодные, сидим, смотрим на смотровую площадочку, как люди фотографируются. И вот у нас здесь тайская музыка играет потихонечку в кафешечке. Птички чирикают. В общем, очень-очень клевое место. Я оставлю локацию этого места, наверное, в описании. Если у меня не получится, то я обязательно оставляю все локации, мест, в которых я бываю, у себя на канале в Телеграм. Поэтому обязательно туда подписывайтесь. Там я быстрее весь контент, во-первых, выходит. Вот сейчас, допустим, когда я смонтирую это видео из этого места, наверное, пройдет уже пару недель после того, как мы здесь побывали. А в Телеграме я раньше гораздо выкладываю это все. Поэтому обязательно подписывайтесь в Телеграм. Ну а сейчас мы отправляемся непосредственно на пирс, где мы планируем арендовать длиннохвостную лодку и на ней уже прокатиться по островам Джеймса Бонда. Локацию этого места я тоже обязательно прикреплю у себя в Телеграм-канале, возможно, к описанию к этому видео, потому что не все знают про это место и частенько покупают экскурсии на самом Пхукете. А они там будут стоить в два раза дороже. Можно, как вариант, купить экскурсии еще также на сайте Клук. Там они подешевле, чем если вы будете, допустим, в турагентствах брать. Но, тем не менее, все равно вам выйдет дешевле, если вы съездите непосредственно на этот пирс и арендуете лодку. Поехали, посмотрим. Здесь это совсем недалеко. И посмотрим, какие цены. И поедем, наконец-то, по островам. Только я вам говорила, что мы, значит, поедем на острова Джеймса Бонда до пирса. Я вам рассказывала про пирс, как чисто случайно мы решили все переиграть и сделать по-другому. В общем, когда вы спускаетесь вниз с этого, с площадки смотровой, будет здесь киосочек такой. Здесь предлагают также поездку по этим островам. Стоимость одной лодки 2000 бар. Туда вмещается, сколько говорили, Кирилл? Восемь человек. А, восемь человек, да, сказали. Мы здесь познакомились с ребятами, тоже русскоязычными. И, в общем, с ними сейчас скинулись. И поехали к островам. Пирс, на который мы прибыли, находится буквально в пяти минутах езды на байке от смотровой площадки, где мы были. Как я и сказала, мы заплатили 2000 бат, это около 58 долларов, за всю лодку. И поделили это между семерыми людьми. В эту стоимость входило посещение трех островов. Какие острова вы хотите посетить, вы выбираете сами. Вход на самый известный остров из фильма про Джеймса Бонда в стоимость не входит. Он стоит еще 300 бат с человека, так как это считается территорией национального парка. Впечатление от этой поездки – восторг. Во-первых, когда мы были, был еще не сезон, и туристов практически не было. Во-вторых, даже просто сама поездка на этой лодке – это нечто невероятное, в десятки раз лучше, чем на спидбоди или пароме, так как перед вами открываются невероятные пейзажи. Однозначно рекомендую взять с собой друзей и приехать на этот пирс, и арендовать для себя целую лодку. Ну а мы тем временем подъехали к первой локации, где нам предложили покататься на каяках. Сперва нам озвучили стоимость 400 бат за человека, но мы умело сторговались и заплатили в итоге 400 бат за двоих, за один каяк. Это около 12 долларов. Мы поехали на каяки, да? Или на чем мы поехали? Мы поехали на каяки по пещерам. Вау, это так слева. Наш новый друг. Привет! What is your name? My name is Franks. Franks? Yeah. Okay. My name is Kirill. Nice to meet you. Kristina. Kristina, it's Kirill. Or Chris Rill. Miss Rill, okay. Yeah, Franks. Nice to meet you. Nice to meet you, mate. Yes. Национальный парк Пхан-Нга, расположенный в Таиланде, является одним из самых впечатляющих природных чудес нашей планеты. Он знаменит своими известняковыми скалами, которые возвышаются из изумрудных вод залива Андаманского моря, создавая величественный и неповторимый ландшафт. Залив Аопхан-Нга довольно часто можно увидеть в кино, что неудивительно, ведь красота этих мест просто захватывает дух. Особый вид наслаждения – это плыть среди всех величественных скал на арендованном каяке, созерцая за этим спокойствием и красотой природы. Ну и после того, как мы вдоволь покатались на каяках, наш капитан повез нас на следующую локацию, и это были удивительные пещеры. Итак, мы прибыли еще к одной из интересных достопримечательностей этого национального парка – Журавлиной пещере, которая известна также как Ко-Са-Анг. Особенностью Журавлиной пещеры является ее естественная архитектура, сформированная известняковыми формациями. Внутри пещеры можно увидеть удивительные сталактиты и сталагмиты, которые формировались в течение тысячелетий, которые создают невероятно красивые и загадочные узоры. После того, как мы посмотрели пещеру, мы отправились на самый знаменитый остров этого национального парка – остров Джеймса Бонда, официально известном как Кхао Пхинг Кан. Мы сейчас высадились на знаменитом острове Джеймса Бонда. Код на остров стоит 300 бат, если я не ошибаюсь. Но мы приехали сейчас, время уже, сколько, начало пятого, и нам сказали, после четырех можно не платить. И, в общем, нас бесплатно сюда высадили. Остров Кхао Пхинг Кан – это маленький, но удивительный остров, который получил свою известность после того, как здесь были сняты ключевые сцены фильма о Джеймсе Бонде – «Человек с золотым пистолетом» в 1974 году. И с тех пор он стал неотъемлемой частью поп-культуры. Ну а главная достопримечательность – это 20-метровая известняковая скала, которая торчит прямо из моря. Это действительно впечатляет. Если вы когда-нибудь окажетесь в Таиланде, обязательно посетите этот уникальный остров. Это будет незабываемое приключение. Обещаю. Все резко потемнело, погода очень сильно испортилась, затянула какими-то прям супер-тучами. Я надеюсь, не начнется какой-нибудь жуткий шторм. Плюс ко всему, нам еще и ехать на байке 70 километров до Пхукета надо будет потом, поэтому я надеюсь, что не начнется ни ливня, ни шторма. Вот. Ну а так прикольно, да, Кирилл? Да. Дорогие зрители моего канала, я снимаю не только на YouTube, также я веду свои социальные сети в Instagram и в Telegram. Поэтому, если вдруг вы скучаете по мне, обязательно подписывайтесь на них. Ссылочки я прикреплю в описании. Там я снимаю больше интересных сторис и рассказываю о своих путешествиях и делюсь опытом жизни в разных странах. Не забудьте подписаться. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok